Телерадиоканал «Страна-ФМ» представляет программу «Зарубежка». Музыкальное путешествие в прошлое. Самые горячие иностранные хиты и новинки. Ведущий Влад Кутузов. Слушай, смотри. Категория 12 плюс. Друзья, всем большой привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна-ФМ». Как всегда в этот день и именно в это время вашему вниманию программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов и сегодня я предлагаю нам отпутешествовать в год 1984. Ну, кого-то из вас в то время просто не было в природе. И вы, кстати, откроете для себя много нового, которое хорошо забытое старое. Ну, а кто-то из вас просто освежит все это дело в памяти. Тем более, что песни я выбрал самые-самые прочим, как и всегда. Итак, на старт. Внимание, поехали! И, друзья, пока мы еще не успели перенестись на 33 года назад, предлагаю заценить первую на сегодня музыкальную новиночку. Кто следит за современной поп-музыкой, наверняка ее давно и сильно ждал, потому что группа эта заявила о себе основательно, уверенно и очень серьезно. Считается, кстати, вполне себе альтернативной, но успех имеет реально попсовый. Кстати, вдвойне сейчас повезет тем, кто нас не только слушает, но и смотрит. Потому что клип, ребят, он прям вот получился очень клип на все 100%. Это Imagine Dragons и песня Thunder. Огонь недели! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Thunder Thunder Feel the Thunder Друзья, прекрасной новинкой мы открыли, я считаю, сегодняшнюю зарубежку здесь у нас на стране FM. Ну а теперь самое время, как я и обещал в самом начале программы отправиться в год 1984. И начнем с легендарного Билли Джоэлла, друзья, американский автор, исполнитель собственных песен и пианист, великий музыкант, между прочим, одного из шести наиболее продаваемых артистов в Штатах вообще за всю историю страны. Обладатель шести наград Грэмми, в том числе в таких престижных номинациях, как альбом года, запись года и песни года. Кстати, в начале 80-х было много таких легкомысленных, но симпатичных песен, которые позже стали, как мы называем, голдами. И вот это как раз из таких. Итак, прямо сейчас. Билли Джоэлл, Uptown Girl. 80-е. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, предлагаю продолжить наш обзор самых известных, мощных и крутых хитов 1984 года. И вот сейчас тот самый момент, когда слов будет очень мало, а настоящей, качественной и правильной музыки, сделанной двумя гениями, будет очень много. Я только отмечу, что песня эта была записана в свое время в легендарной студии Эбби Роуд. Понимаете, в какую сторону я клоню? Да-да, друзья, именно в ту два мега-человека и два мега-музыканта. Это Пол Маккартни и Майкл Джексон и песня «Сэй, сэй, сэй» прямо сейчас в программе «Зарубежка» здесь, на «Стране ФМ». Восьмидесятый ряд. «Зарубежка» Продолжение следует... 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 Дюран-Дюран-Дюран... Продолжение следует... 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 в номинации «Лучший монтаж», а также «Лучшая операторская работа». Но и давайте эту работу мы сейчас с вами тоже посмотрим и послушаем. Итак, Билли Айдол и песня «Ice Without a Face». Восьмидесятые. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Зарубежка» «Зарубежка» Всем еще раз большущий привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире программа «Зарубежка». Субтитры создавал DimaTorzok Ход 100 четвертого места. Кстати, интересный факт. На заре карьеры Энни и Дэвида связывали вполне себе романтические отношения. Но позже, что называется, любовь прошла, а вот творчество, оно осталось. И это тот самый случай, когда все, что не делается, оно все только к лучшему. Слушаем и смотрим группу Юритмикс и песни «Here Comes the Rain Again». 80-е. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну а теперь, друзья, в зарубежке на телерадиоканале «Страна FM» еще одна новинка. Кстати, недавно буквально подумал, что про Джастина Бибера ничего не было слышно уже очень давно. А ведь он такой, про него только вспомни, обязательно появится. И не один, а как на этот раз, в компании с диджеей Холедом Лилом Уэйном. И это не полный список всех биберовских приятелей. А песня, кстати, называется «I'm the one». Огонь недели! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Первый сольный альбом Синди Лаупер вышел под занавес 83-го года. Собрав и отшлифовав в дорожках этой пластинки целую мозаику стилей «Новой волны», она практически в одночасье стала кумиром девочек среднего школьного возраста. Это, между прочим, самая благодарная публика. Немалую роль в ее успехе сыграли пестрые костюмы с лохмотьями и запоминающиеся видеоролики на песне «Girls Just Want To Have Fun» и «Time After Time», которая практически бесконечно крутила незадолго до этого созданная MTV. Сами песни пользовались огромным успехом в хит-парадах. В США четыре сингла с этого альбома вошли в топ-5, а в 1985 году Синди получила премию Грэмми в категорию «Лучший новый артист». Ну и прямо сейчас в ваших приемниках и на ваших экранах одна из вышеупомянутых песен. Синди Лаупер «Girls Just Want To Have Fun». Восьмидесятые Синди Лаупер «Лучший новый артист» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ЗАРУБЕЖКА ЗАРУБЕЖКА Ну что же, друзья, на очереди у нас с вами последняя песня из далекого 1984 года. Вариантов, чтобы поставить жирную точку на сегодня, была масса, но я выбрал именно этот, потому что без этой вещицы было бы совсем неправильно и несправедливо. ГОУСТБАСТЕРС Песня, записанная Рэйм Паркером-младшим как заглавная тема к одноименному фильму. 16 июня 1984 года песня дебютировала на 68-м месте в Billboard Hot 100 и уже 11 августа заняла первое место. Позже композиция номинировалась на премию «Оскар» как лучшая песня к фильму, но награду получил Стейландер, о котором мы сегодня уже говорили. Но награда все-таки нашла победителя. За инструментальную версию этой песни Паркер был удостоен премии Грэмми за лучшее инструментальное поп-исполнение. Но мы с вами все-таки не Грэмми, а зарубежка на стране FM, поэтому предлагаю послушать все-таки оригинальную версию. Итак, Рэй Паркер-младший и суперогненная «Гоустбастерс». Восьмидесятые Рэй Паркер-младший и суперогненная «Гоустбастерс» Рэй Паркер-младший и суперогненная «Гоустбастерс» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Говоря короче, такая стилизация под 80-е, чтобы не было большого диссонанса Кстати говоря, песня мне сильно напомнила Синди Лаупер, которую мы с вами совсем недавно видели и слышали Группа называется Paramore и песня Hard Times И несмотря на такое название, сам клип учился очень веселеньким Давайте прямо сейчас и посмотрим Огонь недели! Hard Times Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok С вами была программа «Зарубежка» и я Влад Кутузов Смотрите и слушайте Страну ФМ Пока, бай, чао!